В Беларуси активно возрождает овцеводство. Для справки, если в середине 80-х страна полностью обеспечивала рынок бараниной, а предприятиях промо шерстью, то сегодня в некотором смысле овца для Беларуси экзотичное животное. Отрасль является перспективной. Здесь несколько важных факторов. На внутреннем рынке мясная ниша практически свободна, а на внешних словосочетания белорусское качество уже реклама. Плюс шерсть, в том числе и для собственных нужд. Так стоит ли овчинка выделки, разбиралась Антонина Станкевич. Увидев этого человека, ягнята предусмотрительно отбегают подальше от ограды. Игорь Журавлев местный айболит. Одна из его профессиональных обязанностей делает животным прививки. Так что приходится запасаться угощением. Получив приглашение на эту работу, ветеринар поначалу растерялся. Как работать с коровами, например, в стране знают. А вот овца для Беларуси превратилась в почти экзотическое животное после Чернобыльской аварии. Особо посоветоваться не с кем. Многочисленные знания пришлось приобретать самостоятельно. Все приходится делать с нуля. Путем проб, экспериментов. Тем более порода для Беларуси новая, мясная. Раньше здесь в Беларуси были шубные, шерстные породы. Ну вот, дошли до мясных. Сейчас в этом комплексе стадов почти полторы тысячи голов, а все начиналось с чуть более трехсот. Французскую породу овец Ильда Франс придирчиво выбирали среди сотен других. Оказалось, именно француженки оптимальны по сочетанию мяса-шерсть. Уже через два года поголовье здесь увеличат до десяти тысяч. Причем не столько за счет привезенных животных, сколько за счет тех, что здесь появятся естественным путем. Этому замечательному живому существу всего неделя от роду и здесь на ферме их называют вполне себе современным словом «няшки». После рождения дня-то проводят в одиночных боксах около двух-двух с половиной недель, после чего их прямо как в детском саду переводят в следующие группы. Интерес к белорусскому овцеводству уже активно проявляют партнеры по таможенному союзу. Недавно заключили контракт с Казахстаном, а в этой стране знают толк в баранине. Породистых животных, несмотря на откровенно немалую цену, охотно покупают фермеры из России. Пока что это предприятие в статусе племенного. Для производства мяса необходим собственный цех переработки. Он также появится в течение двух лет. Еще одна статья дохода – продажа шерсти. Здесь ее поставляют в Смиловичи. Овцы нашей породы Элидефранс, они полутонкорунные, эта порода. Но, тем не менее, казахам очень понравилась шерсть. Они у нас просят, чтобы мы собирали, пока у нас мало шерсти, конечно, и потом реализовывали в Казахстан. Но на сегодняшний день, вот два года подряд, у нас небольшое поголовье, мы свою шерсть реализуем с Миловичской валяльной фабрикой. В течение пяти лет в стране реализовали госпрограмму по поддержке овцеводства. И хотя поголовье животных удалось увеличить до 90 тысяч, говорить о стопроцентном успехе не приходится. Несмотря на то, что в стране уже есть 14 предприятий, 11 из которых имеют статус племенных, мясо баранины на прилавках найти непросто даже в столице. Предприятия Легпрома по-прежнему закупают сырье за рубежом. Да и квалифицированные кадры для отрасли приходится готовить в ускоренном режиме. Мы увеличили учебные планы для специалистов, которые будут заниматься в отрасли овцеводства. Это касается высших учебных заведений и средних учебных заведений. На постоянной основе проводим обучающие семинары, повышение квалификации специалистов, которые задействованы в данной отрасли. Впрочем, о перспективности направления эксперты твердят единогласно. Практически свободная ниша на внутреннем рынке по мясу, не говоря уже об экспортных возможностях. Производство шерсти со временем позволит снизить издержки предприятий Легпрома, ведь потребность в сырье более 3000 тонн в год. Еще одно направление – молочное овцеводство. Его развивают в Борисовском районе. Антонина Станкевич, Надежда Сербиненко и Виталий Селявко, агентство теленовостей.